Здравствуйте, с вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель педагогического университета города Ярославля и Ярославской духовной семинарии. Мы подводим к завершению наш с вами курс, посвященный Божественной Литургии, а именно ту часть, в которой мы говорим о Литургии Иоанна Златоуста. Собственно, сегодня мы поговорим о причащении и всех тех обрядах, которые с ним связаны, а также, собственно, с заключительными обрядами Божественной Литургии. На нашем прошлом занятии мы говорили о возгласе «Святая святым», в рамках которого священник поднимает с дискоса тело Христова, возносит его над головою, тем самым желая демонстрировать его верующим к соответствующему поклонению, после чего полагает его на дискос обратно, и если служение совершается вместе с диаконом, то тот, входя боковыми вратами, говорит «Раздроби, владыка святый хлеб». На этом этапе священник, держа агнец в руках, делит его согласно тому разделению, которое было прежде на проскомедии осуществлено, о котором мы говорили с вами значительно ранее, на четыре части со словами «Раздробляется и разделяется агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, постоянно съедаемый и никогда не иссякающий, но освещающий тех, кто от него причащается». После этого он располагает эти четыре части на дискосе, берет верхнюю, то есть наиболее далеко отстоящую от себя частицу, ту, на которой на просфорной печати было написано «Иисус», ее с словами диакона «Исполни, владыка святый потир», он берет в руки, полагает в чашу со словами «Исполнение духа святого, аминь». После этого подносится горячая вода, которая называется теплотую, и собственно также диакон говорит «Благослови, владыка, теплоту», «Священник благословляет сосуд с горячей водой, говоря «Благословенно, теплота святых твоих ныне и пресны и во веки веков, аминь». После чего диакон вливает эту теплоту в чашу со словами «Теплота веры, исполненная духа святого, аминь». Вот, собственно, готовые дары к причастию, и первыми к ним будут приступать священнослужители. Происходит все это в современной практике за закрытыми царскими вратами, задернутой катапитасмой. Собственно, поэтому, например, на возгласе «Святая святым» собравшиеся, в общем, и не видят ничего. Поднимаемый агнец не видим, так как, собственно, священник закрыт вратами, и всякий педагогический смысл этого действия исчерпан. Поэтому, например, в современной практике абсолютное большинство священнослужителей не воздвигают агнец исключительно высоко, а просто приподнимают его над дискосом. Хотя, напомню, да, идея была именно такова. Собственно, вот момент перед причастием. Несколько проясним совершаемые действия. Агнец раздробляется на части по понятным причинам. Он должен быть разделен таким способом, чтобы от него можно было причащать всех верующих. Но вот у нас сразу появляется частица, от которой в практике никого не причащают. Вот та самая частица, на которой написано и Иисус, да, и которая целиком, не разделяясь, влагается в чашу. Собственно, там в таком виде и остаётся. Будет она потреблена священнослужителем на этапе завершения литургии, после того, как дары будут возвращены обратно с престола на жертвенник. И, повторюсь, да, никто причастия от неё не получит. Встаёт вопрос, зачем в принципе она существует в рамках священнодействия. Здесь мы обращаемся к достаточно древней церковной практике, которая, ну скажем так, в каком-то конкретном виде особенно не фиксируется, например, в православной традиции. А вот в сопутствующих ей, в западной традиции и в традиции восточной дохалкидонской, эта практика присутствует и осмыслена. Это так называемая логика, ну скажем так, закваски. На латыни эта частица называется ферментум, а, собственно, в восточных церквях, если не ошибаюсь, Малка она называется. Идея здесь в чём? Мы в первых наших лекциях говорили о том, что ординарным, скажем так, да, вот таким как бы очевидным штатным совершителем Евхаристии является вообще-то епископ, как предстоятель церковной общины. Но, таким образом, ситуация выглядела ровно на том этапе, на котором эти общины были немногочисленны. И, собственно, вот в одном городе есть одна община верующих, её возглавляет епископ этого города. Тогда всё понятно и очевидно. Но вот количество христиан растёт, и даже ещё задолго до соответствующего эдикта императора Константина в крупных городах появляется уже не одна христианская община, а целый ряд. Возглавляют их пресвитеры, которые рукоположены епископом к тому, чтобы осуществлять соответствующее служение в этих общинах. И он, продолжая оставаться главой всей вот этой своей поместной церкви, тем не менее возглавляет богослужение в каком-то одном конкретном месте. Во всех остальных местах пресвитеры с его благословения совершают эти священнослужения самостоятельно. Но для того, чтобы подчеркнуть абсолютное единство вот той самой Евхаристии, которая совершается всеми вместе, несмотря на вот эту географическую разрозненность, и возникает практика, когда епископ через, например, деканов передаёт частицу от своей совершённой Евхаристии вот туда, в те самые приходы, где находятся его пресвитеры, чтобы они, влагая её в чашу вместе с ими совершаемой Евхаристией, подчёркивали, что всё это, и епископам преподанное, и ими совершаемое, есть одна и та же Евхаристия, одни и те же святые дары, что они находятся в общении со своим епископом, что перед нами каноническая православная церковь, здесь нет ни ереси, ни раскола, ни каких-либо других соответствующих канонических проблем. Общение подчёркивается самым очевидным способом – через причастие. То есть мы верим в то, что наш епископ совершает должную Евхаристию, и он, преподавая Евхаристию нам, также уверен, что его пресвитериат совершает её также должным образом. Более того, практика преподания ферментума от епископа епископу тоже существовала, тем самым тоже подчёркивая вот эту идею Вселенской Церкви, что все епископы, пусть располагающиеся по каким-то конкретным местам, но в евхаристическом общении друг с другом состоят. По этому поводу нам, например, достаточно подробно пишет митрополит Иоанн Зизиулас в своих литургических изысканиях. На Востоке же эта практика получает достаточно своеобразное осмысление и истолкование, как, например, в рамках нашей с вами православной традиции мы считаем процедуру мироварения процедурой преемственной. То есть из этих соображений даже, собственно, не моются сосуды из-под мира. С той логикой, что вот с момента, как только было изготовлено Первое Миро, соответственно, его изготовление дальше происходит всегда с использованием предыдущего. То есть вот над миром, над которым еще во время ООНа совершали священнодействия наши далекие-далекие предшественники, соответственно, в некоем объеме и в некой части оно так и присутствует до сих пор, вплоть до мира современного. Как бы частица мира предыдущего освящения оказывается в мире освящения нового. И так оно перемешивается друг с другом из года в год и из раза в раз. На, соответственно, дохалкидонском Востоке, то есть мы говорим здесь уже не о православных, собственно, церквях, присутствует такая же логика, связанная с Евхаристией. Когда частица Евхаристии предыдущей примешивается в Евхаристию нынешнюю, тем самым подчеркивая, что вот от апостолов освященный хлеб тела Христова постоянно актуально в качестве, скажем так, закваски присутствует в хлебе, освящаемом ныне. Это получает статус, ну, так называемого восьмого таинства. Хотя, скажем так, да, какие-то исключительно очевидные литургические смыслы этого предприятия, да, такого рода практики не вполне ясны, но в плане простоты и наглядности мысли она, конечно, очевидна. Так что вот до сих пор верующие в некоем объеме причащаются той самой Евхаристии. Что, конечно, повторюсь, именно с богословской точки зрения достаточно провальная мысль. Так как святость каждой Евхаристии состоит не в том, что там присутствует какая-то частица или фрагмент от хлеба, который преломлял Христос со своими учениками когда-то там во время Оно. Святость с Евхаристией ровно в том, что прямо в этом хлебе, актуально испечённом вот вчера или позавчера, руками абсолютно наших современников, в этом вине, которое изготовлено точно так же вот самыми какими-то обыденными способами, являет своё присутствие всецело, делая этот хлеб и это вино своим телом и кровью воскресший Господь наш Иисус Христос. Для этого Ему не нужно, чтобы в Нём опосредовало нечто. Святость Его определяется, этого хлеба и этого вина, не тем, что там присутствует кусочек от оригинальной, самой первой Евхаристии Тайной Вечери. Перед нами оригинальная Евхаристия Тайной Вечери, как таковая. Как там была дана эта заповедь, так мы соблюдаем её и до ныне. Как там Христос предложил Своё тело и кровь, так, собственно, в это же событие Тайной Вечери мы таинственно и вводимся тем самым чинопоследованием Божественной Литургии. Поэтому практика православная, когда мы частицу от Агнца полагаем в чашу, не раздробляя неделя и, собственно, не раздавая её в причастии, восходит вот скорее и корректнее можно назвать вот к этой логике западного ферментума. Это частица, которая должна бы символизировать общение. На данном этапе мы не передаём её друг другу, но сохраняя вот эту последнюю часть данного обряда, идею вообще-то подчёркиваем именно такого рода. В словах, которыми священник сопровождает раздробление Агнца, содержатся две очень важных богословских мыслей. Вполне возможно, вы когда-нибудь сталкивались с такого рода обвинениями христиан в том, что вот они, то есть мы с вами, да, христиане, едят своего Бога. Фу, как низко и примитивно, какое очевидное язычество, и несоответствие высокому интеллектуальному монотеизму, вот в этой примитивной практике, говорят наши критики. Важно иметь в виду, что христиане ни в коем случае не едят фрагменты своего собственного божества. Как раз в словах, при которых священник делит Агнец, эта мысль проявлена самым очевидным способом, когда он говорит, что этот раздробляемый Агнец, это тело Христова, раздробляемо, но не разделяемо. Идея в том, что насколько бы частиц не дробился этот евхаристический хлеб, в нем, в каждой из частиц от крупного фрагмента, каким будет причащаться священнослужитель, до маленькой частицы, которая будет преподана младенцу, будет однозначно всецело присутствовать во всей своей полноте, воскресшей, вечно живой и в жизнь приводящей нас Господь Иисус Христос. Мы не причащаемся фрагмента Христа. В Его теле и Его крови мы причащаемся всей полноте Его жизни. Размер этой самой частицы не играет никакой роли. Мы не взяли и не поделили Христа. Мы преломили Его присутствие между всеми, и оно от этого не стало меньше. Это принципиально важная идея. Собственно, вторая мысль про то, что всегда едомый и никогда же иждеваемый, а то и, собственно, вот эта логика всегда-никогда указывает нам на второе измерение этой самой мысли. Всегда съедаемый и никогда не иссякающий. То есть, собственно, полнота этого дара безмерна. Мы видим похожего рода, причем такие очень отдаленные, прообразовательные примеры в Ветхом Завете, как, например, та же самая манна, которая всегда подается, которую не нужно прятать и запасать, о которой заботится сам Бог. Или же, например, та же самая мука в сосуде у вдовицы в Сарепте-Сидонской, к которой приходит пророк Илья, и, соответственно, та каждый день к ней приобщается, и та никогда не иссякает, пока вот стоят эти три года голода. То есть, все это знаки уникального присутствия Божия в мире, того, что как раз вот эта самая малая частица, собственно, питает верного в полноте. Более того, так как бы не нужно переживать, что кто-то получит больше, кто-то получит меньше, как в том же самом примере с манной. Всякий будет насыщен, как в том же самом примере с вдовицей. Всякий день эта пища будет предложена верному. Относительно вливания теплоты, то есть горячей воды в чашу, мы можем заметить следующее, что перед нами безусловно практический жест, который в общем-то присутствует далеко не во всех христианских традициях. В нашей православной культуре он трактуется как жест в том числе символический. Вот это теплота веры, исполненная Святого Духа, как говорит о ней, собственно, литургический текст. По этому поводу, кстати, святой Николай Кавасил замечает следующее. Он говорит, теплая вода, ставшая причастной огню, ну то есть вода, ставшая нагретой благодаря огню, является символом Святого Духа, подобного огню, и названного водою. То есть здесь апелляция к явлению Духа Божия, например, как вот он описывается у пророка Исаии. Она вливается после совершения таинства и освящения честных даров, символизируя схождение на Церковь Святого Духа, который тогда сошел после заклания, воскресения и исполнения домостроительства Христова. Ну то есть вот здесь у нас литургия подходит к концу, да, и собственно также к концу земного служения Спасителя Дух неспослан верующим. Ибо утешитель приходит к тем, кто достойно ее причащается, то есть собственно вот этой жертвой Христовой. Если есть сама жертва ранее принесенная и ныне совершаемая и посредник сам Христос, тогда и сам Дух, в Которого веруют подобным образом, нисходит. То есть вот она связка между жертвой Христовой совершенной и исполненной и даром Духа, который верующим получается. Вот собственно эта жертва, этот Агнец закланный и собственно преподаваемый в снеть верным, и вот теплота Святого Духа. То есть перед нами символическое толкование определенного действия. Но в чем его объективный смысл? Нужно заметить, что практика использования неразбавленного вина исключительно критиковалась античным обществом на всех этапах своего существования. Мы можем даже в самых классических примерах античной мифологии греческой увидеть, что употребление неразбавленного вина свойственно низким людям, варварам, ведет к недостойному поведению и чревата самыми страшными последствиями. Соответственно, греческая культура не предполагает самой возможности вдруг почему-то пить неразбавленное вино. Поэтому, собственно, в Евхаристию вода очевидно добавляется. При этом нужно заметить, что в этом, конечно, нет исключительно культурного влияния. Здесь четко сходятся два вектора. С одной стороны, сам новозаветный текст говорит нам о том, что от животворящего ребра Христова, прободенного на кресте, истекают кровь и вода. Собственно, этот момент отцами толкуется двояко. С одной стороны, как указание на два самых главных жизнеподающих таинства, то есть крещение водное и причастие собственно телу и крови Христовым. Но с другой стороны, более узко, этот момент иногда трактуется и евхаристически, что вот в чаше предлагается вода и вино. Собственно, у Иустина философа уже во втором веке мы видим указание, что к предстоятелю общины приносят хлеб, вино и воду, то есть присутствует она в средиземноморских общинах христианских всегда. Но нужно заметить, что, например, в ряде ничуть не менее древних, но культурно отличных церквей, как, например, в армянской апостольской церкви, никакая вода для евхаристии не употребляется. Более того, на этапе, когда, например, случившийся между православной церковью и армянской раскол пытались уврачевать, один из предстоятелей армянской общины говорил как раз о том, что никогда не пойдет к грекам, чтобы есть их квасной хлеб и пить их разбавленное вино. Так он характеризует вид евхаристии, который не похож на тот, который совершается им. То есть, соответственно, мы видим, что на этом этапе в армянской культуре явно присутствует пресной хлеб для совершения евхаристии и, соответственно, вино неразбавляемое. Так мы наблюдаем, как местные традиции, в общем-то, совершенно имеющие полное право на бытование, с течением времени догматизируются, обрастают дополнительными смыслами и становятся препятствиями к тому самому общению, когда как бы сутью и смыслом которого является деятельная между христианами любовь, в том числе в общении евхаристическом, в общем-то, и проявляемая. Но вот, увы, оказывается, иногда местные традиции становятся дороже этого самого общения. Кроме всего прочего, в добавлении именно горячей воды в евхаристическую чашу, как правило, видится смысл животворящести крови Христовой, что вот перед нами причастие именно жизни в этой чаше соединены, как у живого тела с кровью, они не отдельно друг от друга, и весь этот состав горячий, собственно, как вот и у всякого живого человека. Понятно, что это также позднее символическое толкование, но нужно заметить, что, например, среди традиционных толкований отцов церкви ребро Христова называется животворящим именно потому, что хотя Спаситель и умирает на кресте, но вот после того, как его ребро прободено, из него как из живого истекают кровь и вода. Чего, конечно, не происходит никогда с мертвым телом. То есть, некоторая рода корреляция, некоторого рода соотнесенность смыслов здесь все-таки присутствует. Далее начинается причастие священнослужителей. Не буду вдаваться здесь в абсолютные подробности, замечу только то, что священнослужители причащаются под двумя видами раздельно. То есть, сначала священник и диакон принимают тело Христова, а именно священник преподает фрагмент частицы диакону, принимает частицу сам, если служит епископ, то, соответственно, он причащается самостоятельно, а пресвитером и диаконом преподает также частицы тела Христова. После этого обычно с частицей в руках священнослужители читают молитвы к причастию, это именно те самые две молитвы, которые звучат и перед причастием всех остальных верующих. После этого причащаются сначала тело, потом приступают очередно к чаше, после этого звучат пасхальные гимны и священник делит оставшиеся частицы для причастия мирян, влагает их в чашу, чаша покрывается платом, сверху него полагается лжица, специальный сосуд для того, чтобы преподавать причастие мирянам, открываются врата и священник выходит собственно на Амвон. Что здесь нужно отдельно заметить? Для древности причастие под двумя видами раздельно преподавалось всем, и клирикам, и мирянам. Практика преподания причастия в смешанном виде восходит примерно к 7 веку. В этом же моменте у нас появляется и лжица как отдельный евхаристический сосуд. При этом нужно заметить, что, например, в текстах этого периода времени мы совершенно не наблюдаем никакой фантастической бури и негодования, например, в каких-то богословских кругах относительно такого радикального литургического нововведения, что, вот, смотрите, от отцов нам заповедано принимать причастие одним способом, а вдруг его начинают нам преподавать другим способом. То есть, церковь совершенно спокойно реагирует на такого рода изменения и прекрасно понимает, чем оно вызвано. Соответственно, мы можем просто сравнить это с недавними нашими обстоятельствами коронавирусного периода, когда вставали многообразные вопросы к практике преподания причастия, и сколь мрачно и неочевидно реагировала на любую попытку, сколь бы то ни было новой практики преподания причастия, среда православных верующих. То есть, можем сравнить эти реакции тогда и теперь. Повторюсь, лжица, появившаяся в 7 веке, счастливо продолжает свое существование в нашей традиции по день сегодняшний. Ну и, в общем-то, никуда из нее уходить не планируют. В то время, как, например, тот же самый святитель Василий Великий говорит, что, например, древний обычай преподавать тело Христова причащающемуся в руку. Заметьте, даже не в уста. Оно преподается человеку в руку и он причащается сам. Более того, например, также, да, известно свидетельство о том, что, например, египетские христиане часто таким образом делили причастие и часть уносили с собой, чтобы причащаться впоследствии дома и самостоятельно, а частью причащались прямо в момент. Подобного рода практика, нужно заметить, сохранилась и впоследствии в египетской, ну, на этом этапе уже ставшей неправославной церковью, церковью, которая не приняла решение Халкидонского собора, собственно, мы говорим о современных коптах. Там до сих пор также причастие и принимается таким образом, и может быть разделено верующими, и, соответственно, также может храниться по домам. Нужно заметить, что подобного рода практику, нами, воспринимающуюся теперь как достаточно своеобразную, сохраняли многие старообрядческие толки, когда человек также хранил тело Христова на всякий случай, понимая, что этот самый случай может наступить самым неожиданным образом, ввиду и гонений на старообрядчество, как бы вот это понимание того, что всегда нужно иметь возможность в критической ситуации и в угрозе жизни принять причастие и тогда уже как бы спокойно принимать все как от руки Господней. Относительно логики и причины появления лжицы, как правило, исследователи считают, что это связано с определенным упадком евхаристического благочестия. Сознательный христианин безусловно принимал тело Христова как абсолютную величайшую святыню. Принимал ли он тут же его сразу или делил ли он его, чтобы причаститься сейчас и причащаться дома потом. Его отношение к нему было совершенно однозначным и корректным. Он понимал, что перед ним святыня, с которой не сравнится ничто в этом мире. На этапе же, когда в христианство пришли огромные массы вчерашнего языческого населения, мысль о том, что перед человеком великая святыня, конечно, с одной стороны принималась, но с другой стороны время от времени принимала крайне причудливые формы. И, соответственно, у отцов мы видим указание на то, что возникали попытки осуществлять магические действия и практики с уносимым домой телом Христовым, как великим, сильным артефактом, который сильно поможет в любом чернокнижном производстве. Для того, чтобы полностью исключить это из повестки, причастие начали преподавать в уста. для этого собственно оно и соединяется сразу и тело, и кровь в единой чаше, и тут и появляется сосуд, который для этого необходим, то есть евхаристическая ложечка или лжица, чтобы причастие, минуя руки, которые могут поступить с ним теперь уже по-разному, преподаваясь в уста сразу, было проглатываемо, запиваемо после этого на всякий случай, и вот уж тогда было понятно, что никакая дальнейшая какая-то странная судьба вообще-то величайшую христианскую святыню более не ждёт. Человек шёл причащаться Христу и именно это и осуществил. Пасхальные же гимны, которые звучат после момента, когда священнослужители причастятся, в общем-то возводят нас к тоже достаточно традиционной отеческой идее, то есть с одной стороны как формат внутри служебника они появляются достаточно поздно, в славянских служебниках примерно по 17 веку, а в греческих мы их в принципе не фиксируем, но начинание это исключительно хорошее и правильное, потому что у того же самого например святителя Иоанна Златоуста мы встречаем мысль про то, что во всякий день когда ты причащаешься для тебя и Пасха Христова, у Семёна нового богослова мы встречаем похожего же рода размышления, что собственно христианину на этапе на котором сопутствует Христос воскресший, а в дарах он как раз и действует как живой и действенный, собственно для него на этом этапе Пасха Господня и происходит, то поэтому воспевание гимна воскресения Христова видевши например в этой ситуации выглядит исключительно уместным, более того и я думаю что всякий мирянин причащаясь и пока отходит например к той же самой запивке вполне сам про себя этот же самый гимн может озвучивать благодаря Бога за соучастие в тайне его воскресения в этой благостной картине нам нужно сделать определенного рода остановку в современной практике на этапе когда священнослужители причащаются в алтаре и соответственно повисает пауза как правило исполняется причастен киноник это маленький фрагмент псалма соотносящийся по смыслу с празднуемым сегодня событием но фрагмент этот конечно так как мы уже сказали достаточно краток и на определенном этапе повисает пауза как таковая мы уже говорили про то что наше православное богослужение достаточно негативно относится к каким-либо паузам оно старается быть исключительно динамичным и на этом этапе мы наблюдаем одно из самых неприглядных явлений в нашей приходской практике которое именуется разброт и шатание причем в прямом смысле двух этих слов пока священнослужители причащаются в алтаре начинают происходить два как правило параллельных совершенно не пересекающихся друг с другом начинания с одной стороны хор пытается как-то всячески заполнить создавшуюся паузу он поет концертные песнопения которые разворачивают и сворачивают душу христианина приводит его к исключительным эстетическим восторгам который большой вопрос относится ли с базовым строем литургического служения как правило вот эти превыспренные вещи достаточно далеки от ровного выдержанного строя богослужения которое вот до этого момент вполне себе соблюдалось либо же пытаются читать молитвы перед причастием для тех кто явил исключительное родение и пришел ногами на службу но более ничего не сделал либо же читают чьи-нибудь поучения в это время народ божий значит миряне лайки которые все службу собственно чились собрать свое внимание к тому чтобы получить ожидаемое причастие Христу воскресшему понимают что возникли те самые 10 минут в которые есть счастливая возможность ставить свечи писать записки обсудить все прошедшее за неделю ну и сделать другие удивительные вещи полностью дестабилизирующие их и без того не сильный молитвенный настрой и соответственно приводящие их в общем-то в ну скажем так такой формат бушующего моря то есть где-то там на корме причащаются священнослужители где-то здесь в середине процесса пытается как-то призвать к корректности всех хор и соответственно вот это житейское море воздвизается со страшной силой в разговорах хождении и других удивительных вещах я понимаю что я достаточно живописую эту картину слишком яркими красками но по большому счету это всегда так и выглядит к чему весь этот долгий разговор по большому счету совершенно не нужно бояться повисающей в храме тишины потому что в тишине наше общение с Богом на самом деле осуществляется ничуть не хуже чем в самых сложных превыспрянных глаголах более того мы видим как Христос например призывает нас к молитве на примере молитвы отче наш призывает нас к молитвенному постоянству и настойчивости толкущему отверзиться говорит он но призыв его к немногословности не будьте многословны как язычники которые вот собственно в многословии своем хотят быть услышанными этот призыв мы как правило игнорируем полностью а время от времени замолчать внутри нашего разговора с Богом тоже было бы хорошо и правильно потому что когда еще ему вложить свои пару слов в этот нами осуществляемый монолог и поэтому когда мы все богослужение этапно двигались к моменту причастия нам принципиально важно эту хоть сколь-нибудь аккумулированную молитвенную собранность не потерять мы успеем со всеми поговорить мы успеем все написать поставить все свечи и послушать какие угодно прекраснейшие концерты но мы можем это сделать в любой другой последующий момент времени пожалуйста если нам страшно нравится концертное песнопение ничто не мешает хору исполнить их в момент когда все подходят к кресту к примеру то есть вариантов может быть масса читать правила к причастию в момент перед причастием с одной стороны сами эти тексты с точки зрения ряда исследователей и появляются именно в таком ключе то есть древние христиане не читали ничего перед причастием на дому а вот как раз стоя в ту самую очередь и ведя себя точно так же как мы с вами сейчас были администрируемы отцами и вот как бы отцы пытались как-то собрать внимание верующих вот таким способом да то есть и были написаны и предложены эти молитвы к тому чтобы все-таки паства не рассеивалась умом ну а хоть как-то собралась перед чашей но повторюсь что бы ни происходило и здесь я поделюсь просто личным опытом как приходского священника что бы ни читалось или не пелось да или просто не бушевало в этот момент за царскими вратами это на самом деле серьезно отвлекает священнослужителя от принятия причастия потому что на этапе когда он преподает его верным верные в тишине и благом молчании приходят к нему под пение хора тело Христова приимить почему же тогда священник должен причащаться под все что угодно под песню пляску и звук балалаек вот с этим нам на самом деле нужно серьезно осмыслиться и что-то внутреннее осуществить поэтому еще раз повторюсь в качестве скажем так призыва что хорошо и правильно если на этапе причастия священнослужителей в алтаре и все собравшиеся в благоговейном молчании самих себя будут готовить к принятию того же самого причастия тех же самых святых христовых тайн и так собственно по завершению причастия священнослужителей чаша в которой соединены тело кровь налита теплота покрывается платом на нее возлагается лжица декан отверзает царские врата из рук священник принимает эту чашу и со словами со страхом божиим и верою приступите износит ее собственно к собранию верующих священник читает две молитвы к причастию собственно одна из которых верую господи и исповедую это собственно молитва а вечери твои я тайная днесь это тропарь великого четверга звучит он здесь по очевидной совершенно мысли ввиду того что как мы с вами говорили каждая литургия соотносится нами с той самой тайной вечерей результату которой да вообще к реальности которой мы с вами и приобщаемся в рамках этой конкретной евхаристии далее начинается причастие мирян когда каждый подходит к чаше и священник с молитвой в которой называет имя причащающегося говорит честное святое тело и кровь господа и бога и спаса нашего иисуса христа причащается раб божий такой-то во оставление грехов своих и жизнь вечную аминь человеку преподается тело и кровь христовы он принимает их ему отирают уста платом в нашей практике например он целует край чаши и отходит запить все теплотой слова со страхом божиим и верою приступите призыв исключительно важный и значимый он отличается например от звучащего в греческой традиции со страхом божиим верою и любовью приступите но здесь как ни странно наша славянская традиция древнее чем греческая сам этот призыв возникает в литургических рукописях примерно с 9 века и обусловлено это тем что первым такого рода призывом по всей видимости и являлся возглас святая святым то есть священник поднял хлеб тела христова поставил его обратно на дискос разделил причащался сам и причащал всех остальных ввиду того что с течением времени причастия клира отделилась от причастия мирян и собственно разделилась даже на два типа причащения как бы отдельно телом и кровью и совместно телом и кровью понадобился какой-то другой возглас какой-то другой литургический ход и вот собственно с рукописи 9 века мы видим как он фиксируется исключительно важно что в вот этой звучащей молитве перед причастием верую господи и исповедую присутствуют три совершенно конкретных тезиса которые скажем так актуализируют возможность причастия для вот этого каждого конкретного человека то есть как мы например говорили про символ веры вот он в свое время в литургии звучит подчеркивая тем самым что все присутствующие в храме разделяют вот эту вот веру также и здесь в данной молитве во-первых звучит тезис о вере в Иисуса как Господа и Спасителя во-вторых в реальность тела и крови перед нами не нечто скажем так вместообразное да не нечто относительное да не нечто воспоминание предлагаемое перед нами таинственным образом явленное тело и кровь Христова и третий тезис это надежда на плод причастия чтобы причастие было нам в оставление грехов в вечную жизнь то есть мы делаем это не из каких-то абстрактных соображений мы на самом деле уверены что причащаясь некоторым также таинственным образом изменимся если человек согласен с этим молитвенным текстом если и про себя он или иногда как в некоторых общинах все гласно читают эту молитву солидарен со сказанным да вот он подходит к причастию и собственно причащается слова с которыми священник предлагает таинство каждому конкретному христианину в традиции менялись формулировка нынешняя достаточно пространна самые лаконичные формулировки например в свидетельстве того же самого святителя Амросии Медиаландского были просто например тело Христова и с этим словом священник предлагал причастие подходящему аминь отвечал тот соглашаясь с тем что истинно это так и причащался но и что древняя что нынешняя формулировка сохраняет вот этот принципиальный момент когда священник сообщает причащающемуся чего тот причащается честное честные святые тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается раб Божий такой то есть здесь и молитвенный но и учительный тезис тоже звучит причастник понимает к чему он подходит это принципиально важно в древности как правило при причастии верных пелся 33 псалом сейчас он отнесен в чуть более поздний момент богослужения и на данном этапе как правило всегда поется запричастный стих пасхальный что опять же как и пасхальные песнопения которые читаются клириками после собственного причащения возвращает нас к той же самой мысли что когда человек причащается Христу воскресшему тогда он и празднует Пасху то есть делает он это на самом деле не единожды в году и даже не каждое воскресенье а во всякий раз когда приступает к причастию собственно вот он главный момент литургии ради которого совершалось все это таинство момент когда церковь приобщилась Христу воскресшему стало явлением тела Христова в мире и литургия движется к своему завершению по окончании причастия мирян священник вносит чашу обратно в алтарь поставляет ее на престол и здесь либо дьякон если он присутствует за богослужением либо же сам священник берет дискос и ссыпает все оставшиеся на нем частицы а я замечу что причащают только агнцам то есть только вот этой центральной просфорой которая специально изымалась на проскомедии для причастия вокруг же нее у нас ну таким как бы определенным аллегорическим образом как знамение церкви стоящей вокруг Христа Спасителя полагались частицы в воспоминания Пресвятой Богородицы чинов святых церкви живых и усопших ее членов и собственно многие малые частицы с упоминанием имен тех христиан о которых особенно молится вот это приходская община о которых просили молиться священник в современной практике как правило эти имена пишут в записках они называются на проскомедию или заказными в разных местах по разному и вот собственно теперь все эти частицы высыпаются в чашу со словами о мой господи грехи поминавшихся сде кровью твоею честное молитвами святых твоих с мой господи грехи тех рабов твоих которого мы здесь поминали своей святой кровью и молитвами святых твоих аминь то есть таким образом мы совершаем определенное символическое действие призывая действия благодати божией на тех людей о которых мы молились чтобы крест и воскресение христовы явились и в их жизни тоже деятельными и спасительными то есть как правило часто бывает что в этих записках мы пишем тех кто например не находится сейчас в рамках этого евхаристического собрания но мы просим и умоляем бога чтобы благодать была и им как-то не спослана и стала для них врачующей призывающей обращающих может быть к покаянию изменению жизни и в конечном итоге чтобы они также могли прийти к причастию этих же святых христовых тайн или же если мы молимся о усопших то здесь мы однозначно с всей церковью разделяем веру в то что тело христово неделимо ни пространственно ни временно что именно в христе и через христа мы имеем единство как с всеми сейчас живущими православными христианами так и со всеми усопшими потому что в боге нет мертвых он есть бог живых и соответственно в христе и через христа как бы а здесь формализуя это вот до евхаристической чаши мы имеем общение со всеми теми с кеми мы сейчас разделены временно а в христе единство сохраняем после этого священник поворачиваясь к общине благословляет народ говоря спаси боже люди твои и благослови достояния твои на что собравшиеся отвечают видихом видихом свет истинный приехом духа небесного обретухом веру истинную нераздельной троице поклоняемся таба нас спасла есть то есть мы видели свет истинный мы приняли духа небесного мы обрели подлинную истинную веру поклоняясь неделимой троице ибо она спасла нас всю большую часть евхаристии обо всем об этом община молилась как о желаемом и вот здесь после момента причастия обо всем об этом она говорит как о случившемся мы молились об укреплении веры мы искали увидеть вот этот истинный свет мы хотели чтобы дух божий сходящий на дары осветил и нас вот теперь обо всем об этом мы говорим как о реальности которая пришла в нашу жизнь на этом этапе священник убирает евхаристический сосуды складывая их как правило все на дискос покрывает дискос и чашу обратно покровцами кодит их собственно и чашей благословляя как бы крестообразно проводя над антиминсом говорит благословен бог наш после этого с чашей и дискосом в руках поворачиваясь к собранию верующих он благословляет их освященной уже как бы чашей с дарами продолжая свой возглас который он тихо начал над антиминсом всегда ныне и пресно и во веки и веков тем самым кроме всего прочего утверждая к собравшимся чтобы эта община находилась в евхаристическом общении друг с другом и в единстве с богом собственно не только в рамках этого богослужения но и во веки на это хор отвечает да исполнится уста наше хваление твоего господи як ада поем славу твою як асподобилось и нас причаститься святым твоим божественным бессмертным и животворящим тайнам соблюди нас во твоей святыне весь день поучатес о правде твоей аллилуйя 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 то есть собственно говорится пусть наши уста наполнится твоей хвалой господи чтобы воспевать нам славу твою ведь ты удостоил нас причаститься твоих святых божественных бессмертных и оживляющих тайн сохрани нас в твоей святости чтобы весь день учиться твоей истине аллилуйя 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 здесь мы продолжаем ту же самую тему хвалы и благодарности богу за полученное но здесь у нас начинает появляться новая тема про то что полученное здесь в евхаристическом собрании должно бы оживотворять и наполнять нас и далее то есть отсюда мы выйдем вот в этот новый целый день а может быть в эту целую новую неделю то есть мы пришли сейчас в собрание воскресное и придем даст бог в собрание воскресное же следующее то есть перед нами долгая неделя трудовая мы надеемся на то чтобы бог сохранял наполнял нас и осуществлял в нас скажем так действия вот этой полученной нами благодати не просто в нынешний момент не просто на этапе пока мы не покинули храм но и во весь период последующий об этом у нас собственно будет потом заомвонная молитва при этом эти завершительные элементы хронологически неоднородны появляются в литургическом последовании в разные моменты времени ну например тот же самый гимн да исполнится уста наша один из древнейших и порядка четвертого века он уже присутствует в литургии а пение видихом свет истины к этому же моменту у нас относящиеся в принципе взято из службы пятидесятницы и в богослужебных последованиях появляется примерно по семнадцатому веку но при всем при том и один и другой гимн совершенно органично и в рамках этого последования совершенно уместно далее мы слышим последнюю краткую ектинью литургии прости принимши божественных святых причистых бессмертных небесных и животворящих страшных христовых тайн достойно благодарим господа на этом этапе как правило дары уже после благословения верующих перенесены на жертвенник там перед ними поставлена горящая свеча их кодятся словами вознесися на небеса боже и по всей земле слава твоя так тем самым еще раз сопрягая литургическое чинопоследование с историей земной жизни господа Иисуса Христа в этом есть определенный символизм и аллегоричность но здесь как бы указывается на то что вот по завершении своего земного служения господь возносится на небеса и таким же вот образом мы видим как дары покидают престол и уходят собственно в сторону жертвенника где уже будут потреблены соответственно на словах ектиньи закрывается обратно антиминс на него обратно полагается на престольное евангелие и собственно эти слова станем прямо приобщившись божественных святых причистых бессмертных небесных и оживляющих страшных христовых тайн достойно поблагодарим господа то есть вот о принятом мы возносим богу хвалу и благодарение при этом о чем принятом и в тексте ектиньи звучат важные определения самих святых христовых тайн каковы они божественные мы приобщаемся божественной жизни святые причистые бессмертные небесные оживотворяющие это раскрытие собственно первого тезиса в чем их божественность они святы то есть выделены отдельные совершенно не таковы как все в мире причисты свободные всякой нечистоты и всякого греха бессмертные и оживляющие потому что собственно христу воскресшему мы в них приобщаемся небесные потому что подаются от христа с отцом восседающим на престоле славы страшные потому что это великая святыня попаляющая всякое недостоинство ну и собственно христовы здесь перед нами не некий абстрактный от бога дар а вот это как мы уже говорили полнота присутствия христа воскресшего в даре его тела и крови заступи спаси помилуй и сохрани нас боже твоей благодатью да это вот наше регулярное прошение кратких ектиний а дальше день весь совершен свят мирен и безгрешен и спросив то есть мы уже попросив у бога чтобы день наш был совершенным святым полным мира свободным от грехов придадим себя друг друга и всю жизнь нашу христу богу тебе господи здесь как правило в чинопоследовании бы стояла благодарственная молитва по причащении в современной практике она читается священнослужителями в алтаре перед теми пасхальными гимнами о которых мы говорили а соответственно миряне как правило читают благодарственные молитвы в количестве пяти молитвословий как-то отдельным образом либо после литургии прямо в храме либо каждый по домам но вообще-то внутри литургии есть своя благодарственная молитва мы благодарим тебя человеколюбивый владыка благодетель наших душ за то что и в настоящий день ты удостоил нас своих небесных и бессмертных тайн сделай прямым наш путь утверди всех нас в страхе твоем обереги нашу жизнь укрепи нашу поступь по молитвам и просьбам славной Богородицы и Преснодевы Марии и всех твоих святых да то есть опять же в благодарственной молитве мы и благодарны Богу за полученное и просим чтобы в свете полученного мы провели весь последующий период нашей жизни до момент следующего причащения после этого священник исходит из алтаря и собственно перед амвоном читает молитву которая получает название заамвонная с миром изыдем о имени Господне Господу помолимся да то есть выйдем в мире это указание на всю логику этой молитвы что эта молитва на выход из храма ты благословляющий благословляющих тебя Господи и освящающий возложивших на тебя надежду спаси народ твой и благослови наследие твое сохрани полноту своей церкви освяти тех кто любит красоту твоего дома ты прославь их в ответ своей божественной силой и не оставь нас уповающих на тебя даруй мир твоему миру твоим церквям священнослужителям воинству и всему твоему народу ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от тебя отца светов и тебе мы высылаем прославление благодарение поклонение отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков аминь собственно вот священник призывает благословение на покидающих евхаристическое собрание здесь мы видим и отсылку к апостольскому тексту в завершении к соборному посланию апостола иакова о том что всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от отца светов видим указание на то что мы ищем сохранить полученные дары и умножить их изнеся в мир собственно заомвонная молитва как устойчивый формат вот такого благословения на выход из храма появляется примерно в восьмом веке и изначально заомвонные молитвы были вариативны то есть содержали привязку к конкретному празднуемому событию к конкретному дню с течением времени остался только тот вариант который мы теперь используем во все дни богослужебного года но логика вариативного завершения богослужения сохранится собственно отпуст которым заканчивается всякая литургия каждый раз сложно составен и связан сутью и смыслом сегодня празднуемого события в минимальном виде он однозначно будет вспоминать о святых которые празднуются в сегодняшний день и о святом чью литургию сегодня совершали то есть будет поминаться либо Иоанн Златоуст либо Василий Великий либо в ряде случаев о том насколько это обосновано или нет мы поговорим с вами позже Григорий двоеслов Пава Римский в более же развернутых вариантах мы увидим упоминание например о конкретных праздниках здесь же повторюсь текст молитвы устойчив священник призывает вот это благословение на собравшихся после чего восходит обратно в алтарь и собственно литургия приобретает еще небольшой временной дополнительный зазор до своего абсолютного окончания в рамках которого потребляются святые дары логично что чаша причастия всегда изобильней чем тот объем который преподается всем то есть от нее должны причаститься сами священнослужители от нее должны причаститься все собравшиеся ну и конечно на всякий случай мы всегда как бы и тело христово берем в каком-то большем объеме и соответственно вино в чашу наливаем в каком-то большем объеме чтобы точно хватило всем и безусловно каждый раз что-то в ней останется ну как минимум там должны остаться те самые частицы которые ссыпались с дискоса там должна быть хотя бы в каком-то объеме оставшаяся святыня крови христовой для того чтобы молитва имела смысл о мой господи грехи поминавшихся здесь кровью твоей честной и все это теперь необходимо так или иначе как-то употребить в древности существовала достаточно оригинальная практика когда и в поздней античности и в раннее средневековье когда преподаваемое в разных видах причастие потреблялось различно хлеб тела христова преподавался детям дети причащавшиеся отдельно получали весь оставшийся хлеб тела также съедая его как самые чистые и безгрешные члены этого собрания понятно что от крови христовой они по понятным причинам не приобщались то есть она потреблялась священнослужителями указания на эту практику мы видим даже в ряде таких достаточно поздних византийских источников то есть уже исключительно в средневековье прерогатива потребления даров стала исключительной прерогативой клириков совершается это на данном этапе следующим образом священник читает молитву и для себя и для диакона сам исполнением закона и писаний пророческих христе боже наш быв ты исполнивший весь отеческий замысел исполни радостью и весельем наши сердца ныне и присно и во веки веков аминь литургия подходит к концу и указывается в этой краткой молитве на христа как исполнение то есть как кажется бы по-русски завершение но более корректно здесь в греческом тексте употребляется слово телос то есть завершение и исполненность выполненность то есть в тебе христос находит свое завершение вся история спасения и закон и пророки все явлено и исполнено в тебе и соответственно в конце литургии к этой мысли мы обращаемся что всякая возможная полнота достигнута нами на этом этапе потребляются дары в этот момент как правило звучит как раз тот самый 33 псалом и литургия подошла к своему очевидному завершению священник благословляет народ со словами благословения Господня на вас по его благодати и человеколюбию всегда ныне и пресно и во веки веков аминь священник продолжает слава тебе христе боже упование наше слава тебе хор отвечает словословием слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй благослови а дальше звучит отпуст вот в своем например воскресном варианте он обычно выглядит так воскресы из мертвых Христос истинный Бог наш молитвами причистое своей я матери святых славных и всехвальных апостолов святых дальше как правило упоминаются святые сегодняшнего дня святые храма в честь которых он построен и же во святых отца нашего и Анна архиепископа константинопольского златоустого и всех святых помилует и спасет нас то есть здесь звучит уже даже определенная уверенность то есть Христос молитвенным заступничеством этих святых нас причастившихся его телу и крови спасет и помилует аминь поется многолетие в котором вспоминается предстоятель церкви вспоминается правящий епископ собственно так же говорится и о стране и о храме и священник как правило именно на этом этапе произносит проповедь как исключительно важный и значимый неотъемлемый элемент литургии после чего всякому верующему дает целовать крест на чем завершается литургия мы подошли к концу нашего с вами большого в 20 лекций протяженного курса мы поговорили о общей литургической логике поговорили о структуре византийской литургии рассмотрели подробно анафору святителя Иоанна Златоуста мы безусловно отдельной лекцией поговорим с вами о анафоре святителя Василия Великого более пространном богословски насыщенном очень ярком тексте и конечно к соответствующему периоду года к Великому посту мы поговорим с вами о литургии прежде священных даров что это за богослужение почему оно совершается вечером в чем его связь или ее отсутствие со святителем Григорием Двоесловым и другие подобного рода вопросы мы с вами разберем благодарю всех вас за внимание спасибо внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры Продолжение следует...